Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Несколько раз меня просили приготовить ризотто. Надо сказать, что с этим блюдом у меня связаны такие не совсем хорошие воспоминания. Дело в том, что я дважды пытался его приготовить, и дважды у меня получалась на выходе какая-то невнятица. Я для себя уже поставил крест на этом блюде, решив, что да, это ризотто, ерунда какая-то полная, не зная, что по нему сама сходит. Но однажды, придя домой с работы, я уселся за стол, и передо мной режиссером была поставлена тарелка. И это было что-то совершенно фантастическое. Это было ризотто, причем овощной ризотто, без всяких каких-то изысков, но это было просто фантастика, у меня нет слов. Так вот, я долго пытал своего режиссера, знали бы, чего мне это стоило, и узнал секрет. Секрет оказался прост. Евреи, не жалейте за варки. В случае с ризотто, как оказалось, мой режиссер положил в ризотто очень большое количество пармезана, настоящего пармезана. И именно пармезан оказался тем самым вкусом, который объединил и взорвал это блюдо целой палитрой ароматов и вкусов. Для этого блюда, как я понимаю, для себя, вот на мой вкус, очень важно использовать настоящий натуральный пармезан. Я и не хотел снимать этот ролик именно потому, что сейчас из-за санкций в России очень сложно найти пармезан. Однако, в некоторых городах, мне присылали подписчики, есть пармезан, причем по цене, до кризисной, так скажем. Поэтому я вам покажу, а дальше выкручиваетесь как хотите. Что такое ризотто вообще? Это рисовая каша. Причем рисовая каша консистенции, которую в России назвали бы кашей размазня. Готовят его из крупного, очень крахмалистого риса. В России самый, наверное, распространенный сорт, подходящий для ризотто, который можно купить, это арборио. Есть другие сорты, которые гораздо лучше для ризотто, они более дорогие, и я в России их не встречал ни разу. Но, в принципе, нет у вас арборио, не переживайте. Мой режиссер прекрасный ризотто готовил из краснодарского риса, тоже вполне подходит. Второй важный ингредиент – это вино. Для ризотто нужно использовать белое сухое вино, причем в данном случае категорически не подойдут какие-то дешевые сорта, которые просто пить неприятно. Очень важно в этом блюде использовать действительно вкусное, хорошее вино. Оно не обязательно должно быть какой-то сумасшедшей цены, но яркий виноградный вкус с хорошей кислинкой обязателен. Не подойдут однозначно вина типа шардоне. У них соломенный привкус, сладость какая-то появляется, это не то. Савиньон бланк – прекрасный выбор. Ориентируйтесь на свой вкус. Если это хорошее, легкое, освежающее, кислое вино, без сильной кислоты, то что нужно. И третий важный составляющий ингредиент для этого блюда – это хороший насыщенный бульон. В зависимости от того, какой конкретный ризотто вы собираетесь готовить, это может быть либо овощной бульон, либо мясной. Я сегодня буду использовать куриный, причем куриный бульон я буду использовать. Я развел в бульоне слабеньком, курином, ложечку концентрированного бульона, который готовил вот здесь. Только здесь я показывал бульон, приготовленный из говяжьих костей, а здесь все то же самое, только из куриных. Точного рецепта ризотто нет, разновидностей сотни и сотни. Единственным, пожалуй, объединяющим все эти блюда фактором является его консистенция, кремообразность и насыщенность вкусами. Очень важно, я в этом скажу и покажу, на момент окончания готовки рисовые зернышки внутри должны быть еще не до конца развалившимися. То есть, состояние как в пасте, аль денте, потому что в тарелке, именно в тарелке, он будет доходить вот до готового вот этого варианта. И что касается наполнителей ингредиентов, их миллионы. Можно готовить только овощной, я сегодня буду готовить грибной и возьму для этого два разных вида грибов. Болтать об этом великолепном блюде можно бесконечно долго, но мы тогда так и не приступим к готовке. Давайте пройдем уже на рабочее место. Приготовление ризотто начинается с разогревания масла. В этом блюде, как и во французской кухне, используется смесь двух масел, сливочного и оливкового. Оливкой в этом случае обязательно нужно брать ароматное, холодного отжима. И не перегревайте их. Они должны взаимно дополнять друг друга, обогащать ароматами. Итак, сначала кусочек сливочного, и затем сразу наливаю оливковое масло. Пока масло разогревается, я нарежу лук. Лук нужно резать как можно мельче, мелкими кубиками. Укрупните, будут попадаться эти кусочки в готовом блюде. Это нехорошо будет. И вообще, разновидностей ризотто, как я сказал, очень много. И далеко не все они готовятся на смеси оливкового и сливочного масла. Говоря про эти два масла, я говорил именно про сегодняшний вариант ризотто. С белыми грибами и с обечательными шампиньонами. Масло разогрелось, как раз пора обжаривать лук. Лук нужно доводить до прозрачности. Ни в коем случае не пережаривайте его. Это придаст совершенно ненужный оттенок вкуса. Вообще, сейчас мы готовим ризотто пьянко. Это база, основа будущего блюда. Оно имеет нейтральную вкусовую гамму. И на нее можно наслаивать самые разные вкусы и ароматы добавками других продуктов. Самых разных. А теперь также и мелко порублю кусочек сельдерея. Совсем небольшой, много его не нужно. Он придаст определенную нотку свежести этому блюду. Будет очень хорошо. Видите, как прекрасно выглядит лук. Пора добавлять сельдерей. Сельдерей вместе с луком прогреваться на средней силе пламени примерно минуты 3, не больше. И после этого выкладываем рис. Вот с рисом отдельная хитрость есть. Рис для ризотто используется с большим содержанием крахмала. И этот крахмал, в числе прочего, находится на каждом рисовом зернышке в виде пудры. В виде вот этой рисовой муки. Если мы промоем рис, то мы всю эту пудру смоем. И в результате по приготовлению львиную долю вот этой кремообразности будущего ризотто мы потеряем. Поэтому надо просто выбирать чистый хороший рис и ни в коем случае его не промывать. Обжаривать рис вместе с луком нужно до состояния, когда он весь покрывается маслом и начинает издавать легкий-легкий аромат. На моей сковородке для моего объема риса это буквально 2 минуты, не больше. Прекрасно он себя чувствует. Самое время добавить вина. У меня совсем не итальянское, из уриохи. Добавлю. И вот теперь все вино бурно начинает кипеть и тут же стремительно впитывается в рис. Идет совершенно потрясающий аромат. Жалко, что вы ее не чувствуете. Я обожаю вот этот запах. Вино все впиталось, добавляю бульон. Он у меня очень горячий. Я готовлю на 4 порции. Здесь приблизительно 400 граммов риса, поэтому добавлю сразу 2 половника бульона. Чуть-чуть прибавляю огонь и начинаю интенсивно перемешивать лопаткой. Смотрите, как на глазах начинает загустевать этот самый бульон. Он впитывает в себя этот крахмал. Крахмал расходится и появляется кремообразная консистенция. Но сам рис еще очень твердый. Самое время добавить грибы. И грибы, естественно, сразу перемешиваю. Ну а дальше все просто. Как только бульон впитывается, добавляем еще бульона и помешиваем. Ну, такой можно сделать средний. И будем так поступать до тех пор, пока рис не приобретет консистенцию уже практически готового. То есть, он снаружи весь будет покрыт вот этим кремообразным соусом. А внутри рисинка будет еще твердая. Не сухая, она уже готова. Но такая еще твердоватая. То есть, то самое состояние аль денте. Я думаю, уже пора попробовать. И, видимо, можно добавлять пармезан. Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, ну что тут у нас? Да. Пора. Бульон у меня был слабосоленый. Дело в том, что пармезан имеет достаточно резкий вкус и достаточно большое количество соли. Поэтому, если использовать соленый бульон, то в соединении с пармезаном, а его здесь, как вы видите, много, получится пересоленное блюдо. И сейчас самое время добавить сливочного масла. Небольшой кусочек. Отлично. Тонкая кислинка вина пропитывает все это блюдо. Грибы дают свой неповторимый аромат. Очень хорошо, что я использовал сразу два разных вида грибов. Очень хорошо. Кстати, в этом блюде прекрасно будут те грибы, которые я готовил для супа из шампиньонов. Помните? Крем-супа. Ролик вот здесь, если кто-то не видел, посмотрите. Совершенно потрясающие грибы здесь будут. Что могу сказать по поводу консистенции? Рис у всех разный. Даже рис одного и того же сорта, в зависимости от места, где он выращивался, от региона, от погоды, имеет разную способность к влагопоглощению. Вода, на которой вы варите рис, тоже вся разная. И высота над уровнем моря, значит, соответственно, температура кипения тоже разная. Поэтому ориентироваться к приготовлению нужно не на время, а на консистенцию. Внимательно смотрите, что вы видите на экране, в каком это состоянии находится. И вот к этому стремитесь. Это самый первый показатель. И пробуйте, конечно. Вот и все на сегодня. На прощание хочу еще раз приближаться по главным вехам, чтобы они у вас отпечатались в памяти. Итак, самый важный параметр – это натуральный, настоящий пармезан. Второй, не менее важный, хороший, вкусный бульон. Третий параметр – хорошее, приятное, вкусное вино. Ну, а рис и все остальное прочее – это уж, что вам подскажет фантазия и ваши хотелки. Если понравилось, ставим лайки, не ленимся. Новые зрители, загляните в описание видео, там есть ссылки на соцсети. Я не только видео снимаю, очень много рецептов подают в интернет в виде фотографий, в виде текстов. Возможно, вас это заинтересует. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok